Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у нас разговор будет о очень интересной технологии, производстве и изделиях, соответственно, которые были созданы по этой технологии. А вот что это такое? Прям не теряя время, меня, честно скажу, это поразило. Так вот я передам сейчас слово нашей гости, она представитель как раз компании, и она расскажет вам о этих технологиях. Сразу наперед скажу, чтобы те, кто не посмотрит видео до конца, купить, приобрести, это, о чем сейчас пойдет речь, кто захочет, можете, перейдя по ссылке под этим видео, всегда общий алгоритм таков, все, о чем говорится в видео, дается по ссылкам под этим видео, нажмете кнопку «Еще», если вы в Ютубе это смотрите, и перейдете по ссылке. Ну, а теперь, пожалуйста, я хочу представить нашу гостю, вернее, чтобы она сама представила себя правильно, чтобы я не ошибся, передаю вам слово. Здравствуйте! Меня зовут Светлана Крисько, по образованию своему последнему из четырех, я психофизиолог и арт-терапевт, и попали ко мне эти изделия 15 лет назад, в мою семью. Это изделия, которые наполнены микросферами. Микросферы – это такие шарики от 20 до 200 нанометров, пустые внутри, полые, и их льют из полевого шпата, то есть натриево-боро-силикатные микросферы, называются. Для мягкости, потому что при взаимодействии с человеком они начинают слипаться и твердеет изделие. Добавили к этим шарикам аморфный диоксид кремния. Он тоже делает свою добавочную роль, потому что благодаря этому аморфному диоксиду кремния подушка быстрее отходит, то есть как бы, по-видимому, кремний как высекает искру, да, и вот разряжает внутри слепившиеся шарики. Но ухаживать за этими изделиями все-таки нужно. Их нужно выкладывать или на солнышко, или на батарею. То есть заземлять, они сбрасывают эти плюсы, и она становится псевдожидкостью. То есть изделие уникально, особенно если это подушки, конечно, ко мне в дом попала подушка, поэтому я больше всего люблю их. Вот воздействие, корректирующее всех изделий одинаково, и плоских, и полных, но когда микросфер больше, я заметила, что гораздо мощнее это действие, то есть у вас быстрее происходит коррекция, и все процессы как бы ускоряются во времени. Плоские изделия удобны для ношения на колени, на локте, шапочка на голову, на шею, на глаза вы спите. Но самый главный эффект вот в этих шариках натриевоборосиликатных, которые пустые внутри, с тоненькой стенкой. Часто, когда я разговаривала, выясняла, почему это действует, физики меня еще спрашивали, какая толщина стенки. Но этого я ответить не могла, и никто мне не мог ответить. Но самый главный эффект был, когда я уже выясняла, мой брат кандидат физико-математических наук, друзей у меня много, кандидатов наук, я гуманитарий, и поэтому мне было важно докопаться. И мне помогли в этом врачи, физики, химики, помогли. Значит, первое, что я говорила, что наш организм, стенки все, во всяком случае сосудов и кишечника, заряженный как бы минус, одинаково заряженный, это мне врачи сказали. А к сожженению кровяные тельца и содержимое кишечника, моча наша, ну, в общем, перезаряжается, клетка тоже самое происходит, перезаряжается частично на плюс. И начинают склеиваться и приклеиваться к стенкам. У нас начинают стекленеть стенки сосудов и так далее. Так вот, что делают микросферы? Они вот это перезарядившееся кровяное тельце, они забирают этот заряд на себя. Они внутри подушки склеиваются, а кровь наша отскакивает от стенок, разваливаются наши вот эти тромбики, которые появились. То же самое происходит в почках, то же самое происходит в желчном, то же самое происходит в кишечнике и в мозге. Почему я это знаю? Потому что 15 лет я имела дело с, ну, моя мама, она была и гипертоникой, сахарные диабеты, боли во всех суставах, соли были, сталактиты на позвоночнике. В течение года моя мама была абсолютно здорова, у нее был в норме сахар, у нее было в норме давление, и она дачу 80 лет, 7 соток посадила и сняла. То есть вот в такое состояние она пришла через год, абсолютно больной на инвалидности человек. И, к сожалению, моя мама шла с дачи, ее сбила машина, она погибла. И когда ее вскрыли, я в одном городе, она в другом жила. Я ее нашла только на третьи сутки и искала как? Неопознанный труп лет 50-60, мне сказали. Когда я пришла, это была моя мама. И я говорю, а почему вы дали такой возраст? Ей 80, она у меня рак был, гипертония, сахарный диабет. Он говорит, этого не может быть. Я говорю, почему? А он говорит, у вашей мамы такие сосуды и сердце. Я в жизни такого не видела. Она бы 300 лет жила. Она не могла умереть из-за того, что у нее в идеальном состоянии сердце и сосуды. Вот. И поэтому они дали вопрос под вопросом. Вроде пожилой человек, а внутри абсолютно молодой. Да, вы знаете, извините, я вас вынужден здесь перебить. Я хочу очень важный внести вопрос. А перед этим, перед этим, хочу сказать нашим зрителям. Вот я еще общался до этой записи, ну непосредственно с производством. И вот что еще делают эта технология, то есть эти шарики, вот эти микросферы. По сути, любые эти изделия снимают статическое напряжение с нашего тела. То есть вот то, о чем у меня было видео, дорогие друзья, посмотрите непременно видео, сейчас будет на экранах у вас, которое называется «Заземление», про снятие статического напряжения. Так вот, эти изделия выполняют как минимум две важные функции. И я вот хочу спросить, так вот, в чем же технология, суть, как воздействуют эти микросферы, которые заложены в какие-то изделия, будь то повязки, так сказать, на суставы, мы об этом сейчас поговорим, какие подушки и прочее, зачем они нужны, для каких, ну скажем, целей и задач, при каких болезнях применяется и как, это вы расскажете. Но скажите, что это вообще за технологии, как это действует? Значит, что самое главное, вот эти шарики, очень важно, что они полые, пустые внутри. И вот в 16-м году Тверской завод заказал исследование на кафедре физики в МГУ, действительно ли возвращается стопроцентное излучение наше, которое попадает, вот электромагнитное излучение, оно состоит из очень многого, ну в том числе инфракрасное излучение и так далее. Так вот, что было действительно доказано, что в микросферы, попадающие вот в наш луч инфракрасного излучения, возьмем только его, он отражается, проходит через внешнюю стенку, попадает на внутреннюю стенку, отражается и выходит абсолютно таким же, каким вошел. А это эффект стоячей волны. Когда мне так хитрой улыбочкой производитель там первый сказал, я говорю, ну в чем эффект, в чем, он ничего не говорил, стоячей волны и убежал от меня. А что мне гуманитарию стоячей волны, они мне ничего не говорят. И тогда я начала эту тему рыть, что же это такое. Так вот стоячие волны, они структурируют полевые структуры, и только они структурируют фантомы наших органов, и вообще в целом фантом, который вокруг мы не видим, нашего тела находится. И таким образом структурируя эти фантомные наши тела, каждого органа и в целом наш, на физическое тело спускается то, что там произошла коррекция. Произошла коррекция, коррекция отражается на физическом теле. Но мой опыт 15 лет, о чем я заметила, что это очень индивидуально. То есть, например, если у меня началось лечение с нервной системой, то есть как я это поняла потом. Потому что я начала, я очень активный человек, а тут я начала засыпать на ходу. Вот буквально в прямом смысле я слышала пословицу «спичку в глаза», но я никогда не чувствовала это. Я сижу в метро, а у меня закатываются глаза, я не могу их остановить, я вынуждена была закрывать. И я заснула даже на консультации. То есть я разбудил, и я думаю, ну это что-то ужасное. А потом я поняла, что все началось с лечения нервной системы. Это закончилось. Потом начались небольшие обострения, то одного, то другого. И 15 лет моего опыта с моим телом, что я поняла, что микросферы начинают как бы разбирать завалы, которые мы за всю жизнь завели в себе. И начинают интересно как бы по линии жизни вглубь. То есть у меня началось с самых последних, там, например, поджелудочную железу, потом там микроинсультик был у меня началось в голове. И когда я пошла, сделала томограмму, то мне моя подружка на томографе работает, она говорит, Света, что ты говоришь? У тебя мозг как у грудного ребенка. То есть он у тебя пухлый. Занимает всю черепную коробку. И показала мне фотографию моей ровесницы, и я увидела, что такое пухлый и не пухлый мозг. Так вот, и по сей день я в идеальном состоянии. Там, если, например, инфаркт, инсульт, у меня просто десятки случаев. Люди, которых просто приводят, они с парализацией и так далее. Буквально через несколько месяцев полное восстановление. Полное восстановление. Никаких последствий инсульта. Вплоть до того, что без речи, вообще полностью не двигающиеся, врачи ничего не обещали. И человек лежит в капсуле, в шапке, и через месяц-два у него начинает возвращаться речь, начинают возвращаться функции. И потом я этого человека вижу совершенно здоровым, с полным восстановлением. Вот эти чудеса вот так вот происходили. Вы знаете, это очень интересно. Сейчас я у вас еще кое-что на эту тему спрошу, вернее, вы даже сами расскажете. И мы сейчас нашим зрителям скажем так. То есть теперь мы поговорим по конкретным изделиям, какие вы бы рекомендовали кому в идеале. Давайте так начнем с идеального варианта. И что вообще есть из серии, из продукции. Но вначале я хотел бы, знаете, что сказать? Когда вы сказали про вот этот предполагаемый эффект, который достигается за счет отражения, скажем, инфракрасных. Ну, естественно, дело не только в простом примитивном влиянии вот этого тепла. Но то, что вы предположение выдвинули про... Вот сейчас я нашим зрителям объясню, что я хочу сказать. И то, о чем вы, видимо, сказали. То, что замечено на практике, мною в том числе, и однозначно является истиной в плане долгожительства, один из факторов, вот какой интересный я заметил. И вам это будет интересно, я полагаю. У меня недавно вышло видео про одну бабушку из Азербайджана, которой сейчас она жива 131 год. Так вот, там были те, вроде бы для кого-то мелочи, для меня это очень тонкие рэперные такие точки, акценты, которые я замечаю. То есть то, что она говорила, это все факторы долголетия, что она никогда не ест вечером, что она, ну, она никогда вообще в жизни не ела вечером, то есть не ужинала. Потом она ела два раза в день, она там не ела мясо, она, ну, и так далее, и так далее. Но она выращивала только то, что вокруг своего дома, где она жила вот эти 130 лет, вот эту зелень, овощи, фрукты, и она это в основном ела. И вот это я подмечал уже очень много раз, об этом я отдельное видео сделаю. И вот это, видимо, энергетика, мы можем назвать это разными словами, как-то предполагать. Но то, что есть факт, то, что когда вот это биополе, как угодно это можно назвать, то в этой среде, где шаговой доступности живет человек, и вот эта связь с почвой, водой, той самой структурированной, которая находится в этих плодах, в зелени, да, и идет обратная связь. Потом вот это вот круговорот некий такой идет, обмен энергией, вот это есть истина абсолютная. То есть вот именно эти долгожители, ну, сверхдолгожители были, которые жили именно не перекати поле, в разных местах путешествовали по свету, а именно которые вот жили и вот эту создавали особую, видимо, какую-то связь, энергетику с тем местом, где они жили, с продуктами, с почвой. Ну, в общем, вот это точно влияет. И вот мне, конечно, интересно, потому что понятно, нельзя просто объяснить этот чудесный эффект оздоровления только лишь отражением тепловых волн, но есть просто практика. И вот об этом я вас очень прошу, давайте так, вы сейчас еще об интересных случаях каких-то разных болезнях из лечения расскажите, а потом мы перейдем, а потом мы перейдем к конкретным приборам, вернее, устройствам, вот этим вот наколенникам и так далее. Пожалуйста. Один из самых сильных случаев, который, собственно, заставил меня этим заниматься, потому что это все происходило в моей семье. Например, муж, который у меня забрал ту подушку, которую я купила, мне отдать деньги. Он говорит, вот посмотрим, тебе все, что обещали, вот произойдет ли у меня. Он был седой, с лысиной, у него были вены на ногах, у него такой вредный труд был, рентген-механик. Вот, вены на ногах, которые постоянно болели. Через месяц у него не было лысины, стали волосы темные. Через два месяца у него перестали кровоточить десна. Через шесть месяцев у него исчезли вены на ногах. Потом, когда он психовал, смотрел футбол, у него вечно краснел лоб. Отец его умер от инсульта. И я так и ожидала, что когда-нибудь с ним то же самое произойдет. У него абсолютно прекратил краснеть лоб, абсолютно. Причем изменился характер, он стал добрее, потому что у него прошли боли в ногах. Вот, и вообще вены прошли. Дальше он сказал удивительную вещь, что он говорит, Света, я никогда не видел таких снов. Ты представить себе не можешь, у меня сны цветные, необыкновенные. У него была аденома простаты, страшной формы. Он говорит, Света, я умираю. В общем, короче, он там часами писал, в ужасном состоянии. Сегодня ему было уже за 60. Сейчас ему мне 70, ему 73 года, он абсолютно здоров. Он ничего не делал, просто спал в шортах, и на подушке, в общем, короче, с этими микросферами. И врачи сейчас просто потрясаются, протологи, которые проверяются, они потрясаются тому, как у него уменьшалось, а потом полностью исчезла простата. Значит, мой брат, у которого был обширный инфаркт, который кандидат в физико-математические науки, был обширный инфаркт 17 лет назад. И у него уже стояло два стенда, ему ставили, но один участок был 10 сантиметров, 8 процентов проходимости. И он ждал квоту, потому что денег не было, чтобы сделать это бесплатно. Ждал он два года. Постоянно нитроглицерин глотал, стал очень злой, а он у меня необыкновенно хороший человечек, КВН-щик в прошлом МГУ закончил. В общем, удивительный человек. А стал невыносим с этим инфарктом. И тут я ему дарю подушку, чтобы он стал добрее, так же, как мой муж. Вот, чтобы его жена не мучилась. И что вы думаете? Я ему дарю на день рождения 12 декабря. В мае он ложится на операцию и звонит мне и говорит, Света, мне не делают операцию. Я говорю, что так плохо, отказались? Он говорит, нет, они говорят, что у меня все сосуды чистые, в том числе этот участок. И он не поверил, он во Владимире у меня живет, он не поверил, он поехал в Москву. И он, терапевт его принимал, он говорит, зовите хирурга, я не могу в это поверить. И смотрели вот эти, ну, делают кардио, как это называется там, ну, с жидкостью, да, чтобы было видно, что с сосудами. Они ему показывают, смотрите, у вас, говорит, 85, это, говорит, минимум, как у вас открытые сосуды, у вас в идеальном состоянии кореносовая система. А он говорит, а что с этим участком, который у меня был? Они говорят, мы не знаем, понятия не имеем. Вот, куда он исчез, и вообще что произошло. И вот прошло 15 лет, и он об этом не вспоминает, понимаете, он не молодеет. Потом дальше, что очень интересный эффект, именно толщины, полноты. Я поняла, что я вообще худой такой человек была всю жизнь. До 50 я весила 53-54 килограмма, вот, такая стройная всегда. А тут у меня вот женская заканчивается история, и я толстею буквально два месяца на 20 килограмм. То есть я становлюсь толстяком. И я поняла, что вот, вот эта грязь, шлаки, что они теперь не выходят, они пошли у меня под кожу. Вот, и в результате получилось, что когда я начала пользоваться микросферами, у меня постепенно начал падать вес. И вот сейчас я вешу так же, как весила в молодости. То есть абсолютно вернулась в то же состояние. Ну, а, извините сразу, а питание вы изменили как-то все-таки? Да, я стала вегетарианкой, но это потому что рак у меня. Значит, у меня начался рак, у меня был вот это самый интересный случай, потому что я уже пользовалась 4 года микросферами, но находилась в очень сильном стрессе. Я создала сетевую компанию, чтобы продавать это, и встретилась с воровством, с отъемом бизнеса, ну, в общем, понятно, совсем на свете. Вот, и находилась просто в хроническом, тотальном стрессе. А я психолог, я ко всем отношусь, ну, как психолог, неправильно в бизнесе. Вот, и поэтому, естественно, очень сильные были переживания. И один раз я просто упала в обморок. Оказалось, у меня кровотечение желудочное. И когда мне привезли, сделали анализ, значит, я в ЦКБ делала операцию, знаменитый, там, в Знаменске есть такой хирург, он говорит, у вас рак и очень плохой формы, у вас перстеневидный рак, это скоротечный рак, полгода жизни. Вот, операция обязательно, удаление всего, если есть метастазы, все вокруг и так далее. Вот, я сказала, ничего, я справлюсь. И я попросила принести микросферы ко мне в палату. У меня было три подушки, у меня был пояс, значит, который я одевала. Я арт-терапевт, я там рисовала, писала стихи, значит, там, прощала всех, в общем, кучу я всего делала. И, короче, мне сделали операцию, и я потребовала в реанимацию принести все подушки. Почему? Потому что первые часы я думала, что я умру. Я просила, посадите, положите, приподнимите. А мне семь дней сказали лежать. Если все лежали день-полтора, я лежала семь. Видно, ну, такая форма была страшная. И у меня пошли метастазы, мне удалили, это было восемь лет назад, мне удалили и лимфатические узлы, ну, в общем, короче. Вот, еще аллергия на антибиотик у меня началась. У меня начался отек к венке. В общем, они меня спасли, кроме жидкости. У меня голодовка была семидневная получается на физрастворе. Понимаете? Мне еще повезло. И, короче, когда я подушку положила под голову, положила подушку на живот и под колени, я лежала, как ребенок. Семь дней. Мне не нужно было ни вставать, ничего не делать. Я идеально себя чувствовала, потому что был идеальный кровоток у меня был. Вот. И потом врачи на следующий день после операции, когда проверка идет утром, они живот смотрят мой и говорят, что это такое? А я говорю, а что? В очень хорошем состоянии? Да не то слово. У меня зажил шов. У меня сейчас от шва осталась такая белая ниточка. Ни спаек, ничего. У меня в отдельном купальнике никто даже не замечает, что у меня разрезано от груди и до самого лобка. Вот. То есть заживление было мгновенное. После семи дней реанимации я вышла. И был обед. Мне принесли обед. Вы понимаете, это что? Желудка нет. Я съедаю все, потому что я чувствовала себя великолепно. И то же самое по сей день. Я не понимаю, зачем нужен желудок. У меня прекрасно переваривается. Я ничего не пью. Я отказалась от химиотерапии, которую заставляли меня делать. Я сказала, нет, я лучше или умру, или останусь жива, но без химиотерапии. Вот. И я начала ощелачивать организм. Солевые, содовые ванны делала. И ела все продукты, которые максимально ощелачивают. Что получается? Микросферы делают уникальную вещь в мозге. То есть, получается, как я поняла, идет накопление света. Я не знаю, в каких единицах это измеряется. И получается, что шишковидная железа наша накапливает необходимый свет. А затем вазопрессин начинает вырабатываться, который делает жидкой клетку. А клетка жидкая, она становится проводником тонких вибраций. И получается, что, как мы скажем, у меня ясновидение началось. У меня пошли пророческие сны, когда я начала спать на микросферах. То есть, у меня началось такое вот с мозгом удивительное. То есть, открылся духовный рост такой. Начался. А я как психолог это хорошо понимаю. А потом я начала наблюдать, как у меня обострялось и проходило в организме. То есть, даст отдохнуть, потом обостряет. Даст обохнуть, обостряет. И я вспоминала, во сколько лет я этим болела. Например, застреляла ухо. В 21 год у меня потекло ухо. Да, потом у меня там начала поджелудочное. Я вспоминаю, 29 лет у меня впервые заболело поджелудочное. Полгода я ходила с узким поясом, не снимая. Потому что, если я его снимала, у меня болело. Почему? Микросферы создают стерильное пространство стопроцентное. Например, обварила руку кипятком, кладу подушку, через час снимаю белоснежная рука. То есть, не остается никакого следа, не остается рубцов, ничего не остается. То есть, я поняла, что создается идеальное стерильное пространство, в которое не могут попадать бактерии, которые делают нагноение и все остальное прочее. даже не нужно ничем обрабатывать. Потом зрение, очень важно зрение, слух. Это, конечно, вообще потрясение. У меня прекратился кариес вообще. Как я только начала спать на подушке, я забыла о кариесе, который каждый год я где-нибудь дырочку заделывала. Дальше, у меня катаракта была, которая сказала, следите каждый месяц, иначе созреть пот. Вот 15 лет у меня на том же состоянии. То есть, короче, у меня ни малейших ухудшений, созревания и так далее. Дальше, слух. Люди звонят и говорят, Свет, у меня глухое ухо уже несколько лет. Ты представляешь, я слышу. Звонит женщина, которая после операции, после катастрофы автомобильной, у нее был ослепший один глаз. Она говорит, у меня из глаза что-то валит. Я говорю, пусть валит. Ничего хуже не будет. А потом она звонит и говорит, я вижу этим глазом. То есть, давайте скажем, потому что люди не все поймут. Эти люди, про которых вы говорили, про слух и зрение, они тоже подушки использовали или что-то еще? Да, подушки. Только подушки и очки. Вы знаете, это, конечно, поразительно то, что вы говорили сейчас. Я просто впечатлен, так сказать. Но вот, и, конечно же, вы, наверное, за вот эти годы намного, ну, многое слышали подобного, интересных, от других людей. Только что мне позвонила из Северодвинска, девочка, она заинтересовалась этими изделиями. Ее мама заболела ковидом, а маме 82 года. Но это рассказ у человека необыкновенно позитивным. Она работала, ну, как бы, вот где у нас парники, да, и вот она парники. 10 километров она проходила всю жизнь, эти парники, ну, как бы налаживала работу. И вот, она заболела ковидом, у нее воспаление легкое началось. И она плачет, говорит, моя мама, наверное умрет. Я говорю, ты же только что подушку 50 на 70 купила. Нести срочно ей больницу, там не откажут. Она побежала, принесла. Через три дня она мне звонит, что она с мамой уже выходит из больницы. Через сутки врачи сказали, а где воспаление легких? 82 года. Она идет по дороге и говорит, слушай, а где мои рыжие пятна на руках? У нее нет ни одного рыжего пятна. А она гипертоник. У нее за 200, она все время звонила, у мамы 200, у мамы 200 мне. Вот. Я говорю, купи. Мама забудет об этом. Она пришла домой, смерила давление, измерила давление 120 на 60. Понимаете? Это 82 года, это типа как эффект у моей мамы. Точно так же было у моей соседки. 83 года ей было. Она была по сахарному диабету, первого типа она была. То есть, короче, там десятки лет. Гипертоник. Ее с третьего этажа сносили, потому что у нее вот такие суставы все были, ноги синюшные, было страшно смотреть. Я приезжаю через полгода, а я в Орле жила, сейчас уже 20 с лишним лет живу в Москве, и у меня там квартира, я туда время от времени езжу. Я приезжаю, а она идет по Ленинской, человек, которого сносили с лестницы. Я говорю, бабьюль, вы что ходите? Она говорит, да вот с похорон подруги весь день там тусовались. Вот она тоже такая оптимистичная. Вот. Потом она ко мне еще через полгода приходит с претензией. Я говорю, а что такое? Она говорит, да ты посмотри на меня. А у нее такая красивая седая стрижка. А у нее два черных пятна здесь и черное пятно здесь. надо мной смеются в парикмахерской. Говорит, ты что, замуж собралась? Потом она говорит, я пошла сдавать анализы, ну, кровь, потому что сахарный диабет. А у меня в норме сахар. Света, ты что натворила? Я говорю, ну, у вас 83 года инвалидность-то не отнимут. Вот, ну, радуйтесь. То есть у нее сначала восстановились суставы, потом начала пигментация возвращаться, а это говорит об омоложении организма. Безусловно. Да, а потом уже, так как его, и давление, и все остальное прочее. Вот. Я, конечно, просто поражен, вот, честно сказать, это мало того. Я заставлю, разумеется, вот просто сразу скажу, что я лично сделаю сейчас. Ну, разумеется, мы с производством начинаем работать. Значит, я обязательно заставлю своих родителей, родителей моей жены, посмотреть это видео, которое сейчас мы записываем, и, естественно, дам им все необходимое, чтобы увидеть и воочию, и, разумеется, после вашего рассказа, разумеется, что-то как минимум, но улучшится. Потому что понятно, у одной суставы, у другой та же артериальная гипертензия, и не все она делает то, что я, скажем так, говорил. Но там, правда, сейчас мы тоже с одним профессором, он просто повторил все то, что и я говорил. Это есть такое понятие, нет пророка в своем отечестве, то есть когда родственники не всегда слушают, так как кого-то со стороны, это есть беда такая общая. Но теперь, когда и очень серьезные ученые повторяют то, что, так сказать, я говорил, она в большей степени сейчас делает то, что необходимо, и уже там совершенно другие изменения, улучшения. Но вот это мне прям не то, что не терпится, это я сделаю завтра. Что касается, теперь давайте перейдем, ну, случаев уже и так, не надо больше, мы, может быть, если зрители захотят, напишут под это видео, то мы просто сделаем отдельное, ну, по вопросам зрителей, такую встречу. А я вас очень попрошу, скажите, пожалуйста, тогда, что же имеет смысл человеку дома иметь из вот какого списка? Я сейчас перечислю, это то, что мне, ну, посоветовали с производства, то, что лучшее, и то, что самое необходимое. Во-первых, повязка, некая универсальная, второе, маска для сна и отдыха, тапочки, подушка, ну, это понятно, про это даже говорить не будем, это должно быть у каждого, то, что вы сказали уже прошло время на это не терять, это ясно. Матрас есть односпальный, одноместный, 80 на 200, есть 160 на 200, ну, и некая капсула, и вот вроде бы капсула, у нее какое-то принципиальное отличие или удобство есть от матрасов, расскажите, пожалуйста, вот что это за капсула, вы тоже упомянули сегодня уже про нее, имеет ли смысл это иметь каждому человеку, и она настолько универсальна, что больше ничего не нужно, ну, кроме подушки, или что-то все равно нужно, даже если у человека есть капсула? Отличный вопрос, просто в корень, значит, почему помимо капсулы нужно что-то иметь? Значит, капсула, это подобно бане, то есть вы сможете в бане жить, спать и так далее? Нет, то есть там настолько мощный эффект, потому что там я покрываешься, один рот оставляешь, да, то есть идет потение очень сильно, иногда люди просто, я сливаю пот, килограмм теряют за сеанс часовой, килограмм веса теряют люди в этой капсуле, то есть, а потом перестают потеть, один парень у него был в рикоселе, в рикоселе, и вот он через 5 недель, он пошел проверять, у него же мертвая, ну, сперма была, да, а врач сказал, боже, у тебя сперма живее, чем у меня, вот, у него полностью восстановилась почка, полностью восстановился этот каналчик, ну, который соединяет, да, вот, мало того, через 2 года он пришел ко мне и сказал, Свет, у меня было ущемление, я положил подушку грыжи, у него 10 лет была грыжа паховая, он положил подушку, у него закрылась паховая грыжа, а вы лежите вот в этом потоке света, частоты собственной клетки, мой брат сказал, что инфракрасное излучение наше, как раз в этом диапазоне, от 20 до 200 нанометров, он говорит, то есть идет абсолютно индивидуальная частота вибрации здоровой клетки, индивидуальная, ну, человека на планете, а это уникально, потому что инфракрасное излучение много что лечит, да, но это вибрации определенные, там делают и так далее, а тут твоя собственная, индивидуальная, неповторимая. Так вот, как слово нужно иметь, вот у меня в семье час полежать, раз в неделю я делаю сеансы людям пожилым, приходят ко мне, и я их диагностирую по диагностике, я вижу, как оживает, поднимается перочек, иммунитет, очищаются сосуды, значит, нейрогуморальное регулирование, просто колоссальное, клетки мгновенно начинают дышать кислородом, парень пришел, рассеянный склероз, он не мог даже пуговицы расстегнуть, я его пожалела и подарила ему капсулу, чтобы он дома, я говорю, потом мне принесешь, он мне ее не принес, но через 4 года он мне звонит, он плавает, моряк, вы понимаете, я говорю, как ты плаваешь, когда у тебя рассеянный склероз, ты должен через 4 года еще хуже быть, он говорит, Света, я вышел из кубрика, чтобы никто не слышал, что у меня был рассеянный склероз, то есть, какие-то удивительные, удивительные, корректирующие процессы в целом, включающие не только физическое тело, отдельные изделия, я не сказала, вот это очень важно, отдельные изделия нужны, чтобы местно, вот, например, у меня до сих пор, я, например, ковидом переболела всеми видами, и болела тяжело, то есть, с воспалением легких, но ситуация у меня не падала ниже 94, после сразу ковид у меня 99 было, у меня воспаление легких купировалось, у меня все было, поражение, как у всех, но я прекрасно дышала, я просто лежала в капсуле, вот во время болезни я лежала в капсуле полностью, болит колено, например, после последнего вида ковида, он удивительный, вот я только что болела, месяц назад, значит, у меня кости, страшная боль, позвоночник, кости, которая не снималась ничем, я понимала, что идет трансформация, мне просто нужно выдержать это, я лежала в этих микросферах, и в результате, потом мозг, началось головокружение, началось что-то происходить в мозге, вот, я тоже понимала, что эта трансформация, нужно потерпеть, я потерпела, в шапке все прошло, вот, и потом, последствия этого, то сустав здесь стреляет, то сустав колена стреляет, то сустав голеностопа, и как я спасаюсь, а я за рулем, невозможно руль, я одеваю сюда, вот эти вот очки, которые маска будет, она как напульсник, одеваешь ее сюда, все, стрелять перестает, одеваешь на колено, стрелять перестает, то есть, непосредственно, где происходит физиопроцедура, там идет наиболее мощное воздействие на биологически активные точки, да, там намного на что воздействует, идет купирование вот этого процесса боли. Извините, это повязка универсальная называется, которая? Маска, да, ее можно деть на любой суставчик. Я хочу еще раз уточнить, есть две позиции, маска для сна и отдыха первая, универсальная, да, а вторая позиция, повязка универсальная. А повязка универсальная, это мое последнее произведение, которое я уговорила делать, не соглашались из-за бизнеса, они говорят, нам нужно, чтобы покупали, и так не повторяющиеся, на всю жизнь покупается, это не имеет срока годности, это вечный продукт. Так вот, я говорю, дайте бедным людям, чтобы они могли на любое место привязать. И вот придумали повязку с четырьмя ремнями, два коротких, а два длинных с такой рамочкой. И этой полстой, и худой одень, и на колено, и на голеностоп, и на шею, и даже шапочку, и даже тапочки можно сделать, и живот, и легкие, и любой отдел позвоночника, и тазобедренные суставы, и плечо самое главное, маленьким здесь, а большим вот так, наперекос, и у вас плечо в этой штуке. То есть, это уникальная вещь. Ее даже можно не одно, а несколько купить, и тогда можно два бедра сразу, легкие сразу, спереди, сзади, ну и так далее. Это сидушка, в машине на ней сидеть, да, вот, ну то есть, короче, ну как угодно ее использовать. Ага, отлично. А вот тапочки зачем? А тапочки объясню. Значит, во-первых, если ноги, вы знаете, я знаю, что ноги сразу говорят, что вы начинаете стареть. То есть, первое, что сдают, это сдают ноги. Одна женщина, денег было только на тапочки, но болели зверские ноги, вот, пожилая, да, и она купила только эти тапочки. И потом звонит и говорит, боже мой, у меня прошли хронически головные боли. Я говорю, так, а что вы используете? Она говорит, сплю только в тапочках. Я говорю, блестяще. То есть, стопа весь организм, кровоток весь наладился, у нее пошел прекрасный кровоток головного мозга. От одних только тапочек. Ну и молчу о том, что, например, вот грибок у моего брата был, пять лет мы вообще не могли избавиться. Месяц в тапочках он поспал. Он забыл о грибке ног. Понимаете? Понятно. Ногти, изуродованные ногти бывают. Вот буквально месяц-два, но ногти должны вырасти, конечно, поэтому дольше. Но все проходит, с ногтями все проблемы. Например, трескающаяся пятка, которую некогда их не проходит. Вообще розовая пяточка, как будто в детстве. Ты ходишь, даже педикюр не нужно. Слушайте, я представляю, какой будет эффект, если еще использовать параллельно грибные препараты, которые как раз направлены на излечение. То, что мы имеем огромный практический опыт в различных сферах. Мне это очень интересно будет. Я проверю на себе и семье, и своих, естественно, клиентах, что как будет у них происходить. Дорогие друзья, те, кто приобретет вот эти изделия, я прошу вас, после использования, когда пройдет какое-то время, и вы увидите, ощутите эффекты, обязательно не полениться. Зайти вот под это видео и написать отзывы, ну а также на наш сайт nadgard.ru в раздел отзывы. Вот. Что ж, тогда подведем итог. Для первого раза достаточно нам будет, и я хотел бы уточнить. Значит, я правильно понял, что, ну конечно, у кого есть возможности. Идеальный вариант, это, конечно, капсула, вот эта универсальная, потому что весь организм, под воздействие данные сразу подпадает, это идеальный вариант. Второе, ну подушку, само собой, то есть иметь надо. Соответственно, тапочки имеют смысл, особенно у кого, если проблема с, как говорится, нижней частью конечностей, да, то есть это, тогда это понятно, тем более грибок, ну тут вопросов нет. Там, что касается маски для сна, ну это, потому что удобно, действительно, особенно у кого с глазами проблема, а вот что касается вообще, у кого то там болит, то здесь, то универсальная повязка подойдет вполне, тем более, что действительно, вот по схеме видно, что она вяжется и фиксируется на любые практически участки тела, это спина, это, так сказать, тазобедренные суставы и прочее, прочее. Ну и, пожалуй, это, наверное, все, зачем что-то еще, в принципе, согласны? Ничего. Да, согласна, да. Ну вот и я думаю, потому что я очень не люблю, на самом деле, когда выбор огромный, это и человека дезориентируют, и не все же ради бизнеса и денег, достаточно, вот действительно, то, что нужно, по принципу действительно необходимости и достаточности. В данном случае, это вполне, ну вот разумно, потому что, да, вот эти виды использования, иногда заменить, ну скажем, что-то нечем, или можно и так, и так, но тут выбор понятен теперь для людей. Я для себя лично определился, что, например, вот я просто возьму и мы с женой вот эти капсулы, подушки, само собой, все мы, ну это лично я имею в виду, использовать будем, и вот эту универсальную повязку. Ну а тапочки, да, тоже там есть сразу, кому я, так сказать, из родственников хочу, по их проблемам. Ну я, что могу сказать? Я, конечно, поражен, это мало сказать. Я, будем сейчас все это на практике смотреть, мне, конечно, нет никаких, так сказать, ну никакого не доверия, тем более, вот как нас с вами познакомили люди, и потом я доверяю, ну и тут нет никаких сомнений, просто действительно поразительно насколько. Ну что ж, теперь будем смотреть сами и соберем отзывы. Разумеется, это, конечно, удивительно, хотя теоретически я понимаю, вот зная этот состав, то есть из чего это сделано и какие, а вот эти ответные воздействия на организм эффект отражения имеет, то есть по сути действительно мы говорим о информационном вот этом следе, когда ведь организм, я сейчас зрителям нашим объясню, дорогие друзья, вот в основе всего, давайте так скажем, в основе любой болезни, ну причин болезни много, но информация изначально, она идеальна, то есть вот то, кто религиозные люди говорят, что там в начале было слово, что по образу и подобию, короче говоря, вы, наверное, понимаете, даже то есть с точки зрения логики, диалектики, если мы живы, если существует этот мир, то изначальная программа направлена на идеал, это просто истина, это факт, по-другому нас бы не было, мира бы не было, это так, коли так, идем дальше, логическая цепочка такова, значит программа заложена идеально, она безупречна, значит, если что-то есть, какая-то проблема, это не программа сбивается, это есть такие воздействия, действия, которые не дают этой программе работать, по сути блокируют ее и так далее, и факторы, как на чаше весов, положительные и отрицательные, превалировать начинают отрицательные, в наше время много факторов, которые действуют на человека негативным образом, много антропогенных, прочих, ну, об этом у меня в видео было подробно, сейчас не до того пояснять, это все было уже, я объяснял, так вот, и вот, если мы дадим возможность каким-то образом, во-первых, снимаем факторы воздействия, это безусловно, в любом случае надо, вредные, убирать от себя, это понятно, но если мы каким-то образом разблокируем вот эту программу, и, видимо, это происходит вот этим отражением, потому что мы, в нас она программа, и в каждой клетке, если это каким-то образом, вот такой эффект мы видим, то есть не все можно объяснить научно, то, что мы ощущаем и видим на практике, ведь практика, в конце концов, это критерий истины, так вот, то в этом случае нам достаточно констатирует факт, но, тем не менее, теоретически, только без научного обоснования, ну, жесткого научного, это в принципе понятно, вот я сейчас пояснил сегодня в начале, да, нашей встречи, и вот сейчас в конце, вот эти два интересных наблюдений и эффекта. Ну, что ж, я вас благодарю за такую интересную встречу, честно, не ожидал, то есть знал, что, так сказать, по общению с нашим, общем, знакомым, что это за, ну, так сказать, технология, но вот то, что вы рассказали, меня поразило. Что ж, я благодарю, будем еще раз просить наших зрителей, писать, во-первых, вопросы сейчас, если у вас есть конкретные вопросы, мы постараемся на них ответить в отдельном другом видео, когда наберутся эти интересные вопросы, а во-вторых, я жду отзыва уже, когда человек, люди купят у нас эти, соответственно, изделия, и потом, как на мои другие товары, продукты, приборы, вот там разные, да, для воды и так далее, напишут уже, то есть, дадут обратную связь от себя. Я благодарю еще раз, всем крепкого здоровья, и до новых встреч. Спасибо, до новых встреч. Уважаемые зрители, вы знаете, уже было, закончив запись, у нас пошел такой интересный разговор, приватный между собой, и часть его я вам все-таки решил показать. Слушайте. Что у меня происходило? У меня прошли, кисты были, когда я, ну, когда у меня рак был, и мы там делали все, да, и я, я вообще в поликлинику не ходила, я такой здоровый человек, относительно была здоровой, то есть, я думала, что я здоровая, на самом деле, все накапливалось, и у меня оказались две кисты на почках, то есть, три с половиной, два с половиной сантиметра, у меня гипотиреоз оказался, то есть, не четыре, а сорок, как бы, Денис, я сказал, а как вы вообще, я думаю, ничего вроде, вот, хорошо себя чувствую, и первые два года я пила, то, что они мне назначили, сейчас уже давно не пьют, ничего, так вот, кисты у меня исчезли, у меня исчезла миома, которая у меня была, у меня гипотиреоз полностью, значит, вот, культероса процесса, я ничего не принимаю, вот, мозг в идеальном состоянии, теперь кишечник в идеальном состоянии, по сути, это от капсул и от подушек, да, по большому счету? Капсулы, нет, я капсулы только использую, вот, я людей делаю, сеансы, и сама, когда болеют тяжело, не использую, а так, а так, я сплю на матрасе, каждую ночь, рака, матрас, да, шапочка, я вам еще не сказала, вам нужно сказать шапочку, любую, у них два вида, есть такая, типа, банданы, ну, вот, я бандану люблю, потому, что она такая, ну, в ней на практиках можно, там, так далее, а есть такой шлем, вот, все любят больше шлем, потому, что он вот здесь, так, на шее еще застеглится, как летчество, вот, и, значит, я сплю на матрасе, в очках, обязательно в маске, шапочку, одеваю не всегда, но в большинстве случаев, из-за чего, потому, что я сплю всего по пять часов, то есть, я каждый день ложусь три ночи где-то, три-два ночи, я раньше не ложусь, а просыпаюсь в восемь полдевятого, ну, то есть, короче, за компьютером очень много сижу, и поэтому, когда я одеваю шапку, мозг погружается мгновенно в сон, это изделие проверяли в институте сна, подушку, потому, что сначала была только одна подушка, в институте сна сказали, а мы что, институт должны ради вас закрывать, то есть, что показал сон на этой подушке, четыре фазы сна, четыре-пять раз за ночь, то есть, идеальное прохождение третьей фазы сна, несколько раз за ночь, и все, кто начинают спать на этой подушке, спят не более пяти часов, просто невозможно, полностью отдохнувший, вот это еще такой один. Скажите, извините, а вот эти матрасы, их просто на обычные штатные матрасы класть можно, да, или как это лучше делать? Да, я кладу на обычный матрас, да, сверху простень, да, и сплю, вот, и, что еще, да, и на живот я обязательно надеваю универсальный аппликатор, почему, потому что я, ну, слежу за ЖКТ, да, чтобы меня было, я после рака, я ничего не пила, вы понимаете, вот мне все время, вы пьете там, то-то вы пьете, то-то, я говорю, ничего, то есть для помощи переваривания, вот, у меня только все наладилось, ну, я после каждой пищи, правда, нужно по-большому ходить, потому что у меня, ну, чистый кишечник, и у меня каждый раз новая порция, выталкивает старую порцию, вот, нормально формирующийся совершенно, вот, хорошее очень усвоение, я не пью ни витаминов, ни биодобавки, а раньше все пила, я такой человек прогрессивный, как только появились биодобавки, я их пила, вот, для того, чтобы мужа из аденома простаты вытащить, в общем, как бы много чего употребляла, вот, сейчас ни он, ни я, мы ничего не употребляем, ему 70, не 50, вот, ничего, кроме микросфер, вот, каждую ночь мы спим, мой муж, правда, он и телевизор смотрит на матрасе, и на подушке, он сутками находится в этом, но на ночь он надевает, есть еще такие ракушки для мужчин, на половой орган, и для женщин такая накладка, и он должна сказать, вот эта маленькая накладка, вот эта, он с этой ракушкой, даже вот на юг, у нас квартира в Денжике, он ездит туда и эту ракушку, и когда я говорю, а что ты в ней, он говорит, да после моря, в общем, короче, он надевает ее, потому что в море видно охлаждение, вот, так я смотрю, все мужчины нашего двора, ко мне пришли, все купили по ракушке, что он им рассказал, я не знаю. Слушайте, ну я понял, а капсулы все-таки, ведь если весь организм, то по идее-то это, ну, и этого, в общем, да. Если вы, ну, в хорошем состоянии организма, достаточно, подушка и капсула, и все, а потом эту капсулу можно расправить на двуспальную кровать, и спать на ней, и подушкой, все, раньше кроме подушки ничего не было. по сути, ага, то есть, то есть, по сути капсула, она расправляется в двуспальный матрас, да? Да, она 2 метра, на 1,80 метра, это на большую распадку. А, ну вот да, тоже вариант. Ну что ж, я благодарю еще раз вас, ну, давайте обязательно потом еще свяжемся, да, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok,